Всем привет! Я Рита Мурадова, это мой канал на YouTube, и сегодня мы с вами поговорим об очень важной теме, и тем более я столкнулась с ней в принципе сейчас, когда собираюсь путешествовать, это пляжные сумки. Поэтому, если эта тема вам интересна, продолжайте смотреть. В первую очередь нужно сказать, что пляжные сумки это предмет спора, потому что многие в принципе носят такую маленькую какую-то сумочку с собой, все остальное держат в руках. Итак, я человек, который когда собирается на отдых, мне обязательно нужна пляжная сумка, и желательно, чтобы она была не тяжелая, когда я лечу куда-то, чтобы она не занимала большое количество там по весу в багаже, или чтобы я ее могла взять с собой там в аэропорт в виде просто сумки, в которой все сложу, и очень много вопросов связанных с этим накапливаются, поэтому я подготовила для вас такой рейтинг по формам сумок, а также по брендам, на которые стоит ориентироваться, на которые можно посмотреть в плане пляжной сумки. Итак, первая из них это авоська. Во-первых, подождите, авоська очень модная нынче, раз. Второй, немаловажный момент, она ничего не весит, в ней не обязательно, естественно, с ней там лететь в аэропорту, ее можно очень легко сложить, завернуть маленькую такую штучечку, какую-то, как конфеточку, и сложить в чемодан, она ничего не весит, она не занимает никакого места, и при этом, когда ее напихать чем угодно, то есть, представим, да, там, напихивать какими-то там полотенцами, грибами от загара, и так далее, и там подобное, она расширяется до невозможных просто размеров. Кто смотрел мои истории с недавно в инстаграме, я в своей одну из авосьек просто несла вещи в химчистку, и она расширилась до того момента, что я могла сама, наверное, в нее поместиться. Поэтому авоська это прекрасный элемент, единственный минус авоськи в том, что, в принципе, в ней достаточно крупные такие пространства, куда вы можете что-то выпасть, поэтому можно просто класть с собой какой-то такой мешочек, куда все складывается там самые ценные, а все остальное просто в авоську. И это очень удобно, потому что она вообще не занимает пространство, и при этом нормально выглядит, и будет потенциально, да, это не будет какой-то ужасный пакет, который вы будете внести на пляж, и будет прекрасно сочетаться там с вашей одеждой, тем более летней. Следующий момент это шоппер. Сумка шоппер, это вообще просто, я считаю, одна из лучших сумок, которую можно использовать в различных вариантах. Я чаще всего путешествую с шоппером, я уже рассказывала, у меня шоппер 12 Stories замечательный, кожаный, огромный, просто в него могу поместиться я, еще Костя, еще кто-то, он реально огромный. И вот когда я путешествую, я туда складываю ноуты, все документы, которые мне нужны, там, воду, что-то еще, что-то еще, что-то еще, и в нее очень много помещается, иногда верхнюю одежду могут свернуть и положить в этот же шоппер. Когда я прилетаю, если это какой-то курортный город, и мы там будем идти на пляж, я достаю все просто из этой сумки, и в этот шоппер помещается и полотенце, и крем от загара, и кошельки, и телефоны, и чехлы для очков, и все-все, что можете себе представить. Также, например, вы с этой сумки можете пойти на местный какой-нибудь рынок, и чтобы приобрести какие-то свежие фрукты, овощи, whatever, whatever. С ней можно пойти на шоппинг, она классно смотрится, и сумка-шоппер это прекрасный вариант. Замечательные бренды именно сумок-шопперов, это бренд и Сен-Лоран, у них замечательные сумки-шопперы в различных цветовых гаммах, больше всего мне нравятся сирые и черные, очень комфортные, носибельные, выдерживают хорошее количество веса, и при этом сочетаются абсолютно со всем, и также подходят для того, чтобы взять, например, с собой в аэропорт. Это прекрасный вариант на пляж. Следующий момент это плетеная сумка. Естественно, тут мы уже говорим не о мини какой-то плетеной сумке или сумке на плечо, а о такой массивной плетеной сумке. Ее минус, естественно, в том, что она весит, и весит иногда немало, несмотря на то, что это фактически солома. Она плотно сплетена, поэтому, в принципе, вес немаленький. Но вы можете эту же плетеную сумку взять, как я уже говорила, с собой в аэропорт, и туда все сложить. Она аккуратно и классно смотрится с вашим там курортным путешествующим нарядом. И потом все достали из нее, сложили полотенце, все что угодно, и пошли на пляж. Минус в том, что действительно еще и с наполнением она весить будет больше. Плюс в том, что она прекрасно смотрится. Если несет ваш мужчина, если несет ваш парень, знакомый, друг, все кто угодно, или кому-то, кому менее сложно нести такой тяжелый вес, потому что я вообще такой человек, которому всегда тяжело носить что-то тяжелее, там, 3 килограмма. То есть я ношу, но мне реально тяжело, я ненавижу тяжелые вещи носить. Поэтому вот о кости, в принципе, все равно. Поэтому это замечательный вариант, можно ему сплавить плетеную сумку. Плюс плетеная сумка, например, вы достали из нее там полотенце, все что угодно, положили туда кошелек и какие-то основные моменты, и пошли гулять, и она смотрится классно, круто, так что она мультифункциональная. Следующий момент это рюкзак. Я считаю, что рюкзак это недооцененная пляжная сумка. Сейчас объясню почему. Естественно, я говорю о рюкзаке, который такой внушительного, нормального размера, в который может, например, поместиться ноутбук. В путешествие берем его с собой и складываем в самолете все, что нужно, точнее, в самолет, прилетели, достали ноутбук и все другие детали, документы, сложили, свернули полотенце или подстилку, сложили крем, все остальное надели на плечи. Очень важный момент. Если, например, вам какое-то расстояние нужно проходить до пляжа, или после этого будет еще гулять по городу, то, конечно, желательно, чтобы сумка или то, что вы носите, было не совсем тяжелым. А что может быть еще лучшим решением, чем просто надеть это на плечи? Поэтому классный стильный рюкзак, я считаю, что это один из лучших вариантов такой пляжной сумки, которую потом легко превращать в стильный аксессуар, который можно считать своей обычной одеждой. Это основные направления пляжных сумок, которые я выделила, которые я считаю актуальными сейчас, и которые действительно можно мультифункционально использовать. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какие вы еще знаете или которые вам нравятся. Для меня вот это вот топ, что там, топ-4 типа пляжных сумок. Теперь по брендам, которые я очень советую в плане пляжных сумок или каких-либо других образований подобного характера. Это бренд Chanel, у них есть такой пляжный как раз элемент, такая пляжная, холщовая, классная сумка. Естественно, она настолько стильная, что с ней можно путешествовать, и с ней можно просто гулять по городу, все что угодно. Дальше это 12 Stories, и у них есть несколько видов шоперов, я их очень советую. Действительно, я уже столько с ними летала, с этими шоперами, и с этим шопером ничего не произошло. Он классно смотрится, настолько, что его можно с обычным нарядом сосчитать, в том числе на пляж носить. Это и в Сен-Лоране у них есть, и пляжные сумки, у них есть рюкзаки как раз классные, холщовые, и есть их шоперы обычные, кожаные, о которых я рассказывала. И также есть, естественно, масс-маркет, есть Asos, но у них сумки не самые лучшие, поэтому на них бы я не советовала обращать внимание. Есть H&M, есть Mango, есть Zara, и у них всегда есть классные варианты шоперов и рюкзаков. Плюс, один бренд, на который я хотела бы обратить внимание, и вообще, в принципе, плащовая такая ткань, на нее тоже стоит обратить внимание, потому что она безумно легкая, потом ей очень удобно куда-либо сложить. Это бренд Prada, и масс-маркет, который тоже делает что-то подобное рюкзакам Prada или сумкам Prada. Это безумно легкие сумки или рюкзаки, туда все помещается, они растягиваются до невероятных размеров, и это те бренды или те вещи, те элементы гардероба, куда все помещается. И вот в данный рюкзак или данную сумку можно сложить все, затянуть, надеть на плечи и дополнительного веса не получить. Только вес самих вещей, которые помещаются в эту сумку, и очень удобно ее стирать, она не пачкается. Практически, потому что мы понимаем прекрасно, что на пляж, например, не хочется приносить сумку, которая очень легко запачкается, потому что только ты один раз ее поставишь на камешки, на галечку или на песок, и все. И все. То есть никакой телячьей кожи, естественно, на пляже не нужно. Сумок из телячьей кожи нежной. Поэтому исключительно что-то, что очень durable, то, что можно постирать, то, что можно сдать в кимчистку, то, что, в принципе, отталкивает влагу, например, вот такие сумки, да, какие-то из плащевой ткани. И все подобные, это те сумки и те варианты пляжных сумок, которые я считаю актуальными. На сегодня это все. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какие пляжные сумки вы используете. А вообще, носите ли вы с собой сумки на пляже, или это обычно все в руках, или вы пакеты какие-то носите? Расскажите мне. А вам классного, крутого, вдохновенного, легкого вашего дня.